Привет, коллеги! Продолжаем наш курс по созданию сайта для блогера от BlondieCode. JavaScript Backend. Практическое занятие. Ссылка на исходники, как всегда, под видео. Сегодня у нас заключительное видео по админке сайта. Разберем страницу со списком статей и все фишки, которые к ней прилагаются. Попасть на эту страницу можно, кликнув на кнопку статьи для выбранной категории. Список статей будет выбран для категории с ID и из параметра ссылки. Статью можно опубликовать или снять с публикации. Кроме того, можно поискать нужную статью по ключевому запросу. Ну и я обещала сделать логаут из админки, так что к этой кнопке мы тоже вернемся сегодня. Итак, road.admin.articles.id категории обслуживает скрипты с папки admin.roads по имени articles. Метод get построит для нас страницу со списком статей. Если в сессии нет пользователя, отправляем его логиниться, как и на всех роутах админки. А если все окей, назначаем res.locals.page. Помните, нам нужна эта переменная, чтобы знать, какую вкладку в меню из хедера нужно подсветить. Первым делом поищем запрошенную категорию. Нет никаких гарантий, что в ссылке не передан какой-то странный параметр. Ищем в коллекции категории запись с ID равным параметру ID ссылки. И если такой категории нет, отправим пользователя на 404-ю страницу. Скоро мы рассмотрим ее темплейту, пока я не касаюсь ее, потому что это наружная часть сайта. В принципе, для админки логично сделать свою страницу 404, но я решила воспользоваться этой. Если запрошенная категория существует, кладем ее в res.locals и назначаем заголовок страницы res.locals.title – статьи в категории плюс имя категории. Затем ищем все статьи, созданные в этой категории. В коллекции articles выбираем все записи, у которых в поле категории есть ID заданной категории. Кстати, если поле типа array, именно так и работает find – проверяет, есть ли значение в массиве. Сортируем выборку по дате модерации. Самые свежие статьи наверх и получаем результат. Положим список статьи в res.locals.articles, а если что-то пошло не так, вернем пустой массив. Теперь мы готовы к лендеру темплейты. Темплейты лежат по адресу templates.admin.articles.articles. Стартовая темплейта – сборщик со списком инклудов и уникальная часть body.js – HTML с клиентской части. Строим ссылку на добавление новой статьи. admin.articles.id.category.new. Та самая кнопка «Добавить статью, которая ведет нас в редактор». Поисковой импут, в который будем вводить запрос для поиска статей. И холдер для списка статей с классом articles. Сюда подключаем темплейту под названием item из той же директории. Стоило бы назвать ее items, потому как она является списком статей. Но изначально я ее планировала как шаблон одной статьи, и рефакторить не стала. Со списком работать оказалось удобнее, потому как результат поиска – это массив. Проходимся по всем статьям из reslocals articles и строим для каждой превью. Тут подключен модуль, уже знакомый нам из прошлых видео – date parser. Он приводит даты к человеческому виду. Одноименной функцией из этого модуля будем пользоваться в темплейте item. Контейнер превьюшки имеет классовое item и id, равные id статьи. Строим превью картинки. По умолчанию это reslocals no image, назначенная в common.js, а если картинка у статьи есть, назначаем переменные img и ее значения. Разрезаем на расширение и путь без расширения, и склеиваем путь к слайду в формате min – маленькая квадратная превьюшка. Именно ее отправим в рендер и альт-картинки – заголовок статьи. Его же кладем в div с классом title. Дата создания статьи, обработанная date parser, и дата последней модерации, если она есть. Вот в таком виде эта информация появится на странице. Квадратная превьюшка лежит в папке с именем id статьи под названием mainimage-min. Как это вышло, мы рассмотрели подробно в прошлом видео. Дальше разбираемся со статусом статьи. Была ли она опубликована? В зависимости от значения поля published, парсим либо с пан с классом yes и текстом опубликовано, либо с пан с классом no и текстом не опубликовано. Очевидно, клик по кнопке эти состояния переключает. И последняя секция для превью статьи div с классом buttons, в котором лежит ссылка на редактор с id заданной статьи, которая тоже ведет в редактор, но уже с переводами статей. Разберемся с механизмом публикации. За клик по спану с классом yes или no отвечает клиентский скрипт из папки public.admin по имени articles.js. Мы его уже неоднократно видели в прошлых видео. Посмотрим, что происходит по клику по этому спану в divs классом published. В первой части курса мы собрали данные для рекс-запроса, некий флаг, который указывает, что нужно сделать со статьей, опубликовать ее или снять с публикации. Backend Developer добавил к этим данным ID статьи, которую мы записали в холдер превьюшки статьи в темплете item, и action равный set published. Запрос отправляем в road.admin.article и разбираемся с ним в модуле road.admin.edit.article. В последних видео мы активно работали с ним, сегодня рассмотрим последнее значение рекбоди action для этого модуля. set published. Назначаем переменную для флага. Как вы помните, с клиента пулевые переменные лучше передавать текстовом виде. Если рекбоди флаг равно no, переставляем переменную флаг false. И вызываем метод mongoose модели articles под названием set published, куда отправляем ID статьи и значение переменной флаг. Посмотрим, что делает этот метод в файл articles.js из папки models. Собираем параметры для update. Будем изменять значение поле published на true или false. Делаем set, разбираемся с ошибками и выходим. Если на клиент вернулась ошибка, покажем ее. Если все ок, разбираемся с превью статьи. В зависимости от значения флага, либо меняем класс спана с no на yes, а текст на опубликовано, и покажем модератору сообщение, что статья опубликована, либо наоборот, красим спан в красный и сообщаем, что страницу с публикации сняли. Вот как это работает. Я показывала это раз пять, но мне просто нравится сюда кликать. Результат такой модерации можно увидеть на наружной части блога. Если статья снята с публикации, она исчезнет с главной страницы, со страниц категории, из поиска, и найти ее у кого-то кроме модераторов не получится. Вернем статью про чайник на место и посмотрим, что делает виджет для поиска. Это фактически импут с автоподстановкой, аналогичный виджету с тегами в редакторе статьи. Изменение текста в импуте с ID равным search article запускает механику автоподстановки. Описано это событие в клиентском скрипте admin.articles. Биндим кейап. И если в импуте есть хотя бы два символа, собираем данные для запроса на сервер. Ключ для поиска, значение импута и дополнение от бэкэнщика action равный search article и cutID, ID категории, в которой находится модератор. Его получим путем обрезки значения url после последнего слэша. Правда, на практике модераторы часто просят не учитывать таких подстановкой категорию, потому что часто не помнят, куда отнесли ту или иную статью. Отправляем запрос на route.admin.articles. За это действие отвечает метод post.module.road.admin.articles, метод get, которого мы только что разобрали. Вот он, action равный search article. Здесь подстановка менее интересная, чем для тегов. Ищем только те статьи, у которых заголовок начинается с заданного ключа, без учета регистра. Можете, конечно, поработать над поиском, добавить текстовый поиск монга, например. Лимитируем выборку до 10 записей и отдаем результат. Если ничего не нашли, вернем на клиент пусто. А если есть статьи, то они станут теми самыми reslocals articles для темплейта item.js. Кроме того, темплейты желают знать ID категории родителя. Искать целую категорию не будем. Создадим объект категории с одним единственным свойством ID, куда положим рекводик от ID с клиента. Теперь данных достаточно для рендера. К темплейту можно передать данные не только через reslocals, но и просто дописав их в JSON формате после имени темплейты. Результат рендера вернется в HDML кода. Его и отдаем на клиент, а в случае ошибки отдадим пусто. Вот зачем темплейте item я завела 4H. Теперь результат поиска можно передать в нее и получить рендер списка статей. Аякс ждет ответа сервера. Чистим контейнер articles и парсим data result внутрь контейнера. Кроме того, если результат пустой, можно сообщить модератору, что в базе нет статей по его запросу. Такую печальную плашку мы увидим при попытке найти несуществующие статьи. А для существующих работа от темплейта item. И дошли мы наконец-то до выхода из админки. Кнопка выход. Это ссылка на roadadmin.com. Это обычный get-запрос. Его обрабатывает метод get модуля admin.logout. И вы удивитесь, как мало там кода. Вот он модуль logout и все, что нужно, чтобы разлогинить модератора, уничтожит текущую сессию. React Session Destroy сделает это для нас. Проверим ошибку и редиректим модератора на road.admin, где, как вы помните, его ожидает форма логина, если пользователь разлогинен. Наконец, мы закончили работу с админ панелью и можем переходить к наружной части сайта. Как правило, создание таких платформ у меня начинается с админ панели. И только когда базу можно заполнить данными, я начинаю делать наружную часть. Так гораздо проще работать, чтобы не морочиться со всякими фейковыми данными. В следующем видео мы начнем парсить главную страницу блога, перейдем в категорию и попереключаемся между языками блога. Благодарю за внимание. Если остались вопросы, пишите в комментариях или на почту. Буду рада идеям по улучшению кода, коммитам в репозитории, лайкам, звездам на гитхабе и репостам. Ваша благодарность мотивирует меня не бросать работу над каналом. Последнее время у меня огромная загрузка, и я могу делать видео только по ночам. А лайков и комментов почти нет, так что я прошу обратной связи. И, конечно же, всем приятного программирования и восьмичасового сна.